Про баррикады? Окей, у нас 29 зрителей. Здравствуйте. Я немножко не причесан. Меня зовут Илья. Я хочу рассказать что-то про баррикады. На которых ты был какого декабря? Какого декабря? Я был 11 декабря на баррикадах. А 10 я даже немножко охранял баррикады. Ну, хорошо, что ничего не случилось. Хорошо до Берху, что ничего не случилось. Потому что у меня очень музыкальные, очень крепкие пальцы. Я музыкант. И, к сожалению, ничего 10 не было на Майдане, где хорошо. А 11, что я... Я особо ничего не делал, только немножечко... Потолкались? Немножечко, да. Но абсолютно мирно, абсолютно законно. Я не толкал миссионеров. Я толкал людей, которые попросили меня, чтобы я их потолкал. Окей. Акфер процент, пожалуйста. Акфер процент. Теперь я хочу заняться изобличением, или обличением, правильно будет говорить, циркового общества, как пример, как пример общества, которое хочет построить президент Украины. Один из президентов Украины. Я работал в оркестре цирки. Действительно, там очень интересно все, и в оркестре, и в самом цирке, и вот... Когда... Когда, например, дирижер оркестра... Я, кстати, не говорю, какого цирка, чтобы не было ощущение, что я хочу завалить какой-то определенный оркестр. Ведь оркестров много, и цирков много. И... Когда... Когда... Тирижер заходит... Серьезно, когда он заходит в... Например, ты едешь с ним в каком-нибудь маршрутке. Ты общаешься, он тебе что-то говорит. Естественно, немножко свысока, но без понтов. И как только он переступал в порог, цирк, там, со стороны, с другим человеком, потому что там начиналось его владение, и он был супер-супер-деспотичный. Он делает, что хочет. Он там бог, царь, он может... Например, один человек пришел к нему, сказал... Ну, Днюсич, отпустите меня, пожалуйста. У меня вот сань суть. Можете... Могу я завтра поехать в Кривой Рог? Решите... Ну, к отцу, потому что у него... У него не суть. А он говорил, например, Боря, чем ты ему можешь сейчас помочь? И... И... И вот... Ты ничего не можешь сделать. Тебе кажется, что ты там работаешь навсегда. Ты будешь там... Ты пришел в 20 лет, и ты уйдешь оттуда в 60 на пенсию. Ты не можешь... Ты не можешь защититься никак. У тебя должен... Полностью рабочий день, только посвящен цирку. Выходные, а вдруг надо репетировать. Ну, короче, никакой свободы. Когда выходит... Ты дежурный из... Из цирка, да? Или кто-то, кто работает там. Так как, например, президент. Когда он выходит за пределы своего общества, которое он построил... Он становится слабым, незащищенным. Он не может связать двух слов. Он боится сказать гардеробчице... Он меня вообще... Слышит? Да. Он боится сказать громко гардеробчице, на него кричат, ничего не слышит. Шо? Что? Говорите, глобчи. И... Вот такое... Вот такого плана... Такого плана... Вот... Я это уже видел. У меня есть ощущение, что я... Я уже знаю, что происходит. Интересно? Ну, на самом деле, в таком цирке как быстро надоело тебе? Мне сразу надоело. Но, ну, наверняка, сначала ты этого не знаешь, когда молодой, ты не понимаешь, что это. У меня сознание, когда ты пришел там после училища музыкального, тебе кажется, что так должно быть всегда, так другого нет, сравнить тебе не с чем, информации нет, как в других местах. И ты должен... Что ты можешь сделать, это просто подчиняться. И чем больше на тебя кричат, чем больше от тебя требует чего-то, тем больше как бы ты привязан к этому. Нет ощущения, что ты хочешь отойти от этого, бросить и уйти. Наоборот, у тебя есть какое-то ощущение, что ты, может, не прав, что тебе нужно как-то разобраться, что-то сделать. Ну, может, здесь нет конкретной аналогии, да, в смысле. Но потом все-таки рано и поза приходит пробуждение, когда ты понимаешь, что-то все-таки лучше, чем я пытаюсь построить закрытых сообществах. Окей. Об этом мы... Об этом мы поговорили. Мы поговорили, но у меня еще такой вопрос к тебе. Почему ты киевлянин? Вот сколько времени приблизительно с первого момента, как вышли люди на Майдан, когда ты вышел, и сколько времени ты проводишь на Майдане? Чтобы здесь было... Ну, сейчас греемся. Наконец-то поужинали. Сейчас ночи. Сколько времени ты проводишь в Майдане? Ну, я не был первый день, я пришел 22-го, и пока первое, как бы, с 22-го я пропустил, может быть, до сегодняшнего дня, может быть, дня 4. объявили. Угу. То есть за 5 недель, 4 дня. Где-то так, я думаю, может быть, где-то так. Но я не прихожу на целый день. Я в несколько... Я приходил, когда был... В общем, когда была опасная ситуация, когда был штурм и все дела. До штурма, когда были войска... Нет, я не пришел... Я пришел, потому что объявили мобилизацию. Я пришел до штурма. Ты тогда пришел пешком? Или как ты помнишь? Ты приехал тогда еще на метро? Или... Ну, как? Моя сестра живет в центре. Я пришел пешком, да. Но просто мне тут грешат два шага от ее дома. Ага. То есть... Но я не пришел на... Не по интернету. Я пришел, потому что объявили мобилизацию, позиция на час штурма. Я пришел ровно в час. Когда пришел... Когда пришел судебный исполнитель, мы пришли с моим знакомым, у меня там, с моим родственником, защищать Майдан, скажем так. Ну... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что, да. Мы пришли, когда... Когда пришел судебный исполнитель, как это называется... Зачитывать там дела свои. Очень интересным способом она стояла. Я не знаю, показывали это где-нибудь. Она подошла со стороны судна и начала... Она встала... Стояла в окружении милиционеров и тихим голосом, без рупора, у них был рупор, но она меня не спорила. Читала... Какие-то бумажки сама себе. Просто не... Не там, где люди. Она просто читала. Ну вот. Я немного времени... Тогда я провел многое. Тогда я был до конца, пока там я мог стоять. И до этого, наверное, стояли ночью тоже. И всю неделю-то я приходил по ночам. Но как бы я стараюсь сейчас приходить вечером. Потому что днем много ли больше, вечером меньше. Если могу ночью. Но сейчас я немножко так больше сачкую. Ну, потому что казаки приехали. Кмельничены. Казаки давно уже за себя занялись. Ну, да. Но их больше и больше становится на самом деле. Они приезжают сменами. То есть люди вахтят тут по полсела. И главное, чтобы была организована доставка топлива для генераторов, еды. И народ будет стоять на самом деле. Мне кажется, что как по себе, по моим силам, я могу тут стоять насколько надо. Я же не стою здесь. Я прихожу сюда сколько-то. Приходить сюда я могу. Я думаю, последним человеком, наверное, буду. Потому что только если будем стоять, есть смысл. Это правильно. Да. Ничего же хорошего само не случится, если мы уйдем сегодня или через полгода. Пока мы стоим, есть, существует центр сопротивления. Есть какой-то правовой. Как говорят люди в интернете, это самое безопасное место. на Майдане. Какой-то... В принципе, потому что вот эта вот система какая-то взаимного доверия, самообороны и еще чего-то, она такая достаточно сильная здесь такого братства какого-то в этом году. Поэтому надо здесь быть. Я не вижу ничего, никаких изменений. Все там нормально, все регистрируется. Еще раз повтори, кто-то такой, потому что у тебя 53 зрителя и в чате спросили привет, а кто этот человек? Меня зовут Илья, я почти никто, да, я музыкант. Ты здесь? Джазовый, в Латиноамериках, сальсовый. И я случайно сидел... Киевлянин. Киевлянин. Извините, что я не говорю по-украински, но я не говорю по-украински, но не сейчас. Сейчас я устал, не хочу никого напрягать своему акценту. Расскажи, пожалуйста, ты очень интересно рассказал, каким образом происходил штурм-баррикад? Потому что ты был там. Там было еще много людей. Ну, я понимаю, но твои ощущения. Это был момент для моей жизни самый страшный пока что, по-сегонечному. Может быть, просто я очень пугливый. Нет. Я понимаю, что... Мы пришли и собирались с Ваней охранять Майдан каким-то способом, но Ваня немножечко сильнее меня физически. Ну вот. И потом там были поруби, всем руководил, как все знают. Прекрасно. И очень сильно впечатлил у меня и вдохновлял нас всех на спокойствие. Конечно же, это спокойствие пришло, может быть, там чуть-чуть. На следующий день. Но... Ну да. Начали штурмовать с Европейской площади. Заняли баррикады. Сняли их, наверное. Нам не было видно сцены. Было видно только шашки дымовые, которые они пускали, а потом... А потом они появились на позе сцены и мы их... Ну, я... Я медицинеров не трогал, естественно. Что я могу с ними сделать? Я трогал людей, потому что я их немножко сдерживал людей. Ну, было очень ярко, когда люди держались друг за друга и получалась такая немножко путчая, но... Это было на Институтской. Это было позже. Это было, когда они штурмовали баррикады. На Институтской было очень сильно видно, как они газы использовали. Вот именно там, где осталось. То, чего потом... Наутро потом все говорили, что вообще спецсредства не использовали. Вообще все было... Типа мирно и хорошо. Мирно, прекрасно. Но они даже... Во-первых, подсцены били по голове немножко дубасили. А там они... Чем они били? Это важно. Они били дубинками. Дубинки бывают двух рядов. Да. Но когда тебе светит фонарь в лицо, там у них человек был специальный случайный, случайный, который светил очень ярко в лесу фонаром. И... И ты ничего не видишь. Ты видишь человека, который находится на расстоянии двух метров от тебя или там трех, не знаю, сколько ты подошел. И он просто светит в каждом его лицо вот так вот. Кого-то тебя хотят посмотреть. На самом деле тебя просто блокируют все, ты не видишь и потом ничего. Ну и там плохо видишь. они били... Да, я знаю, что есть два вида дубинок и... и... какие там они используют, откуда я знаю, не знаю. И Ленка разбили голову, это я знаю. Потому что он потом появился на сцене с разбитой головой. Ну вот. А газом они очень сильно, очень сильно пользовались. На Институтской такие облака стояли периодически. не было видно ничего. Я подошел после последней атаки на газовую. Какой газ был? Судистачивый или никакой? Я думаю, да, потому что людей выносили много. Ну, это же так давно было, все все знают, все это зафиксировано. Так что ничего нового не скажу, но людей много выносили. Они в основном были не в очень хорошем состоянии. Потому что им кто-то рассказывал, что просто те, кто стоял впереди в масках, они просто в глаза в упор распыляли газ и выносили. Я помню, мужика, которого вынесли, у него не было никаких следов насилия, ничего такого, типа крови не было. Но он просто не мог ходить, потому что он, видимо, только надышался этого газа. Кто-то из самобороны вынесли. Сверху передали по рядам. и положили где-то там рядом, америки там с ним общались. То есть внутри лагеря? Это было на институтской. Ну да, его потом переместили внутри лагеря. Наверное, я не знаю. Он лежал на бордюре, они вот пытались там перевести в чувствах. Он был в чувствах, но просто вообще не мог двигаться как-то ходить. и после последней атаки, даже когда я подошел туда и начал немножечко участвовать, газа уже не было, его не было видно, но наутро я проснулся, и я еще целое время оказалось, что я наглотался газа, потому что там просто в воздухе было настолько высокое газа. на самом деле много неправда говорят, особенно про скрыт средства, когда они используют запрещенные пластиковые бубинки вместо резиновых, которые разрушены, и получается, что те травмы, которые люди получают, эти разрубленные в голове бубинками, на самом деле по причине, именно наш Беркотт использовал запрещенные вообще эти спецсредства запрещенные для использования. Самоборона говорила, что у них есть какая-то дубинка со стержнем. Это мало того, что это пластик возможен со стержнем, так еще это не просто разгоняют резиновой дубинкой, которая более мягкая. Ну да, дубинка оставляет синяк, она сгибается. А это разрубает головы, проламывает их, то есть это совсем другое оружие уже. Что у тебя еще, ну как бы самые страшные идеи, это самое страшное, да, самая страшная ночь. Ну, эти тараканы, конечно, они без света, и вот они все свои эти темные дела делают темное время суток. я знаю, что многие люди, которые потважили меня, они, конечно, сказали, что они ничего не чувствовали такого плохого. это что означает? Они ничего не чувствовали плохого и чувствовали, что все будет хорошо, потому что женщины возле сцены, я не знаю, у меня было ощущение, что будет то же, что было 30-го, только в большем масштабе, что они решили перейти какую-то грань человеческую, в которую мы не готовы даже психологически и исторически. Это такие фантазии, конечно, то, что не случилось, но такие были ощущения. Но все когда-то бывает первый раз, поэтому когда зазвонили колокола, было немножечко жутковато. Я сидела в эти дни просто очень ярко валили сайт «Стольное бачение». Очень ярко. То есть когда ты сидишь и понимаешь, что ты никакую... То есть происходят события, которые ты вещаешь его, а то место, куда ты вещаешь, оно исчезает просто из пространства. Ты ничего не можешь сделать. Мы просто специально еще наняли хакера, который работал на защите, который просто сидел и по ночам я не хочу говорить, сколько это стоит, который работал на защиту. После этого события мы переделали сайт и клаванск не стало выглядеть по-другому, но нас не перестали досить, особенно в те дней, почему-то нас досят, когда происходят какие-то публикации конкретные или когда происходят какие-то движухи и события. То есть поскольку мне сто процентов обещаем, четко понятно, что в этот момент эта сила не хочет быть прозрачной. Не хочет она. И нас назвали. Поэтому в этот момент мы все не спали. То есть вся команда не спала. И четыре человека были с камерами. Человек десять сидела и мониторила все пространство, что происходило, чтобы выцепить все сообщения. Еще три человека старались сформировать какие-то новости, сообщения раз полчаса хотя бы, чтобы это поместить хотя бы на Facebook. чтобы информация разошлась. И еще несколько человек сидели и пытались возобновить сайт. После того, как мы потеряли надежду, что сайт будет возобновлен, мы просто начали раскидывать по интернету прямые ссылки на все наши камеры. Из-за ваших усилий сегодняшнего переговора. Да. В том числе и благодаря вам это все разрешилось хорошо, мне кажется. Они испугались, потому что из-за того, что я честно скажу, я сидела и просто бомбила свои контакты в международных сферах таких немножко есть. Прямыми ссылками на юстрим. Вот. Потом в 3 или в 4 часа ночи появилась заява посла штатов. Да, я помню, мы читали соцены. Ага. Вот. И я просто отправила в русский петрюк. Что происходит. Читали соцены из штатов из-за и Эштон читали. Пошли заявы и они откатились. Вот. То есть на самом деле эту ночь мы не спали, а я не спала в Сумфонинске. Мне еще интересна такая деталь, что даже после заяв посла и Кэтрин Эштон, которая смотрела это все, продолжала смотреть в 3 часа, в 4 все, как она заявила, после того, как это все в прайм-тайме все прошло в Америке. в живом времени. Они продолжали штурм, они продолжали штурм, проспилки. Я пошел уже домой, потому что мне казалось, я не был у экрана, я не знал, что там еще что происходит. Нам казалось, что они просто остановились и будут стоять. Я пошел спать где-то в 6, лег в 7 и я не мог поверить, когда я проснулся в 9 утра или где-то в кларе, что я первую ночь когда прочитал, я думал, первую ночь когда прочитал, что супер Майдан выстоял, первую ночь пришел, начался штурм КМДА. Это просто было невероятно, насколько это была очевидная провальная операция всех сторон. Это было понятно, когда люди начали подходить с Европейской площади, вот этот поток людей, который стал маленькими, 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 такими, как муравьи текли к Майдану. Потом, через час уже был Майдан заполнен, 20 тысяч листов. Было сначала может, 2000 или 5, может, совсем, а потом это было мод людей. И когда уже пришли эти люди, когда было много людей, когда отмели, вернее, отступил Дерпут с Институтской, оказалось, что все, Эштон, все. Дальше победа, было такое ощущение победы. И они все равно штурмовали КМДА, Горской Милиционер, вот эта вот загадочная, как бы, загадка президентской души, глубокой. Что это значит? Что и как это можно растягивать? Зачем это делать? Понимаете. Я думаю, что никто не ответит на этот вопрос. Пока никто. Может, когда-нибудь он нам расскажет? В общем, ситуация в том, что я думаю, что таких, как ты, и таких, как я, достаточно много. очень ярким представитель тех киевлян, которые есть те люди, которые сознательные граждане, которым не все равно. Нам пытаются с российских телеканалов показать лицо протеста, как непонятно как выглядящие каких-то бомжей находят российские телеканалы или специально приводят за собой, как они... Кстати, 30-го числа перед штурмом еще один момент такой, из-за опыта с первым батюшем и не хочу переводить на тебя, потому что я ужасно выгляжу после рабочего суток. А я просто ужасно выгляжу. еще один момент, который мы поймали, это то, что российский, один из российских телеканалов, у них было написано мир на... Или это был НТВ мир, или кто это был, я не знаю. Но они пришли вместе с какими-то бомжами, извините, вот туда, в Боцтеллу, они их рассадили, дали им бутылку с водкой. А они кто? Телеканалы. Телеканалы. И они снимали это все. И они делали просто постановку. И потом это все было в эфирах. То есть это все делалось вот таким вот образом, очень топором. Ну, то есть лицо мротеста в Киеве на самом деле совершенно другое. Вот еще одно милое лицо. Вопрос всем, почему США и Европа не было санкции. Санкции на самом деле появляются после того, как есть какие-то действия в судебном процессе. Вот как дело Магнитского, это уже дело Магнитского, это уже судебный процесс. Это уже доказанные факты коррупции или участие в противоправных действиях конкретных чиновников. У нас нету дела. У нас нету прецедента в юридическом поле, которое бы дало право странам ввести подобные санкции. Как только против Януковича или кого-то из его окружения или тех людей, которых мы называем власти, будут такие процессы, если они будут, если украинцы их санкционируют эти процессы, тогда только возможны санкции. А на самом деле в юридическом поле они не могут иначе сейчас поступить. Я еще думаю, я еще думаю, что просто они же борются за демократию как-то, им нужно демократический лагерь расширять, им нужно закрывать нас. Если они сделают санкции, нам будут гораздо... Из нашего участия санкции неназможны. Но я имею в виду всякие политические решения, скажем, даже если было наше участие, все-таки важнее оставаться открытым в Европе и Америке, даже с той власти, которая есть, возможно, хоть это странно, но как-то изменить их лучше и мирным способом, не знаю, как это сделать, не важно, это уже другой вопрос, чем отрезать Ленокловича, спровоцировать какое-то его еще большее глубокое сближение с Россией. Мне кажется, санкции, они как раз были бы немножечко плохой идеей, правильно? Они бы показали, что тот мне как бы оказывается с другой стороны сам ценз. специально с Белоруссией, когда Лукашенко уже сделал все, чтобы... Переступил все грани. И сделал Магнитский, но там, понятно, тоже было, в России все-таки ее не надо, я не думаю, что там превращает, превращает, какая-то задача, чтобы Россия была в ЕС или в НАТО, правильно? Но Украина все-таки интереснее, как... Даже не то, что... Ну, понятно, все это знают, правильно понимаешь? Демократия, чем больше ее в мире, тем лучше. И все-таки на нас еще, наверное, надеюсь убирать, сбрывать официально с властями при... Это же большая политика, да, допустим? Это же... Это же макро-политика. Тут не просто там они на нас обиделись и выйдут санкции, сейчас все отрежут. Ну, это как бы был такой анекдот. Как... Был еще такой старый анекдот. Как изменить ситуацию? Два пути. Реалистически, это если прилетят инопланетяне и как-то изменит. И фантастически, это если мы сами чем-то добьемся. Я хочу сказать, что поскольку у нас... Поскольку у нас такой... Вот еще одно лицо протеста. Абсолютно интеллигентное лицо протеста. Немножко националистическое. Девушка, которая работает на кухне волонтером. Расскажи что-нибудь. А потом расскажу свой стон. Окей. Ну, я вам буду рассказать, что мы с компанией просто вот друзей, знакомых собрались и решили ...